Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 месяц не атака так и не справили бакс со сменой меня класса не перекачал игру вроде как бы стало родиной но пара страна и даже его перекачивать игру заставляет между того что пачки непонятно пропачивание нет нет мин ничего не изменилось но я мне кажется не просто выгодили нате играйте что там но кто то наверное пишет бак репорт я думаю что вот вот это не бета-тестер никто не пишет бак репорт я вот не видел особо так вот пока версия может она форму чё-то и пишет а здесь что на xbox и народ поиграет и пойдет на форум писать но вряд ли может пойдут какие-нибудь гневно поругается на форум ребята что это вообще за графика куда я попал стали тубисты да мне нравится еще он с лазером несколько поднять вот это я заметил никто из концовных игроков друг друга практически не поднимают да написали это нормально написать постоянно с ангелеса вот стоять здесь хотя хотя стран на самом деле либо народ просто без колодите пришел либо не но большинство игроков будут суда на пися это все таки те которые играли в свое время они знают а здесь большая часть это действительно игроки-то вы видите Ой, 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 ой. Вот эти грантки здесь. Они... Мне интересно, что... О, камни в воздухе. Камни в воздухе. Это нормально. Это бета, ребята, с улицы. Я не отдался, не отдался. Не отдался. То есть... Вот что? Вот зачем он это показывает? Зачем? На самом деле вот этот Killcam, который глючит постоянно, он и на ПК версии есть, когда... Мне очень нравится, под текстуру залетает камера. Да, это нормальная ситуация. Это... Или непонятно, где летит вообще камера. Где-то за пределами карты. Я думаю, что это исправит. Это небольшая проблема. Но, тем не менее, все равно до релиза месяц, а игра вот... На самом деле, со времен альфа-тестирования на PC ничего не было. Вообще ничего. На самом деле, альфа на PC работала лучше, чем бета. На Xbox 360. Да. То есть... Ну, я помню, что у тебя были проблемы со звуком, но это, видимо, были проблемы с определенным чипсетом. Видимо. Знаешь, у меня было много проблем. У народу было нормально. Давай вот на PC версии я записал пару роликов, мы их увидим дальше. Если я покажу, ты их еще не видел, но там есть пара сюрпризов. А... Вот. Что говорят, действительно, еще о PC версии. Я скачал из Origin, то есть... Все легально. Все по-честному. Все по-честному. Как ты думаешь, игра у меня запустилась? Нет. А ты знаешь, почему она у меня не запустилась? Потому что у меня папка с игрой была на русском языке. А, проблема, да. Надо было в реестре исправлять, да. Не пришлось есть в реестре. Ну, это, видимо, проблема... Официальный БТТ. Русского Windows. Ну... Они понимают, что в основном их аудитория в любом случае из Америки. Я не думаю, что они так парятся сейчас. Насчет всяких этих локализаций. В любом случае, все равно. Кстати, как тебе поцелуй? Хорошо, да. Реальный режим хищника. То есть... Если я говорю, я еще с MP45 начал играть, это все. Это вот просто тотальный безбаланс. Не, ну это картики, естественно. СМГшки рулят на близких расстояниях. Кстати, я взорвал, короче, тоже. Ще. Я, знаешь, обычно другие игроки думают, а, это один из тех парней там что-то делает. Ну да, да пусть дальше делают. То есть... В нормальной ситуации вот эти, на самом деле, долгие респауны по 10 секунд. Мне нравится, как режим хищника зависит. Это нормально. Это, это нормально. Это пета, ребята. Рядом это будет их полная версия. Ну, тем не менее, все равно, все-таки. Наш вердикт пока такой. Преждевременный. Злое говно. Да. Все-таки. На самом деле, вы можете как бы сами поиграть и в этом убедиться. То есть... Ничего нового в игре нет. То есть, это... Шутеры. Вот обычные, милитари-шутеры, которых на консолях даже уже просто... На самом деле, это довольно, довольно грустно. Баттлфилд это огромный франчайз. И вот эта вот комбинация багов на консоли, плохой графики, плохо выбранной карты. Причем, знаешь, что у меня вот еще в реакции людей, на самом деле, люди говорят, игра плохая, да, это не баттлфилд. То есть, ну, при этом, да, шутер баттлфилд, это замечательно. Показали первый трейлер игры Syndicate, который, кстати, издает Electronic Arts. И люди пишут одно и то же, о, очередной шутер. Ну... Я видел трейлер, и он мне очень напомнил Deus Ex. Ну, все-таки, по-моему, лучше... Он очень мне напомнил Deus Ex, просто с другими... Ну, кстати, в упор нормальный с... Да. Это нормально, и главное, тебя не вынесло. Меня не вынесло, 10% здоровья, это для меня стандартность. Я смотрю, никто не бросает, там печки вообще. Никто ничего не делает, понимаешь, то есть... Я, на самом деле... Я смотрю, где смутов. А, нет. Ползет. То есть, люди тут ничего не делают. Один гаут, давай, лично, уже один есть. И ведь причем сотню дают. Да. Да, сотню, как за килл. То есть, здесь можно быть медиком и набирать больше всего... Реально, просто бегать, набирать и хилить. И ты будешь полезнее, чем просто... Кстати, мне там кто-то лазерил. Да. Тут, конечно, эффект классный. Мне очень понравилось. Вот в Battlefield 2 основная проблема была, особенно на больших картах. Чёртовы снайперы. Он сидит где-то в другом конце карты, в кустах, и ты его никогда не увидишь. И он что-то там в тебя стреляет и убивает вообще на базе, в открытом месте. Он мог выносить кучу, десятки людей. А тут, особенно на Каспинбордере, сидишь где-то в кусте, раз, и там мелькает прицел. И всё, страшно становится. И он в тебя даже если выстрелит, и даже если убьёт, ему нужно сменить позицию. Потому что... И его спалили фактически. Это очень классно. Во-первых, это реалистично. Снайпер, 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 снайпер. Не встанёт, вставай! Отлично. Ванька-то какая. На самом деле очень большая проблема с ревайвами. Ты бежишь, человек ревайвит. Ревайв нового. И тебя убивает. И потом ещё его убивает. Ну, сто очков. Клайб играл. Не за них. Карта ужасная. Карта ужасная. Вот, вот, вот. Я видел пока версию в Каспинбордере. Как открыть большую карту? Как я должен вообще выучить карту? Вот с этим квадратиком, но он может, конечно, чуть побольше встать. Но карты как бы в Topfield 2 нет. Ты не можешь посмотреть, какие точки захватываются. Нет ничего. Там. Что вообще происходит? Почему этого нет? Опять же, может это... Я очень надеюсь, что это симптомы беты, но... Это очень странно. Понимаешь, мне кажется, это симптомы Call of Duty. Потому что... Не знаю. Нет, понятно. Современные шутеры, вот такие, скажем, как Call of Duty, продаются вообще отлично. Но Battle of Duty всё-таки игра немного для другого поколения, другого времени. Но они, видимо, пытаются, да, захватить аудиторию. Ладно, в принципе, я думаю, можно заканчивать уже с нашей Xbox-версией. Она, давай, наш эрлик. Злое говно. Злое говно. Просто я не знаю, чем думает... Смотри, а сейчас самое главное. Я записал ролик с PC-версией, как я летал на самолёте. Это true story. Именно так и было. Он накэмпил самолёт. Я час бился на сервер, 20 минут я стоял, чтобы попасть на самолёт. Убил кого-нибудь. Смотри, как это было. Это было? Это было действительно так. Вот оно. Это для кемперов. Наказание. Понимаешь? Я 20 минут стоял с самолётом. Около него было 5 человек. И все на него бились. Я подходил к самолёту и лихорадочно жжал. Это наказание кемперам, чтобы не кемпериться. Да. Поэтому... Я не знаю. Но мне удалось ещё записать тоже небольшой ролик. Вот это было. Это пока версия, да? Да. Это каскенбордер, опять-таки. Как я летал на вертолёте. Ну, то, что половина вертолёта летает, судя по тени. Ну... Врываемся. Врываемся. На самом деле, что я заметил, некоторые издания разрушаются. А некоторые просто нет. Вот на каскенбордере всё разрушается. Не все издания, не все издания. Ты посмотри, масштаб. Масштаб. Вот это Battlefield, ребята. Это Battlefield, да. Вот почему это нельзя сделать было на всех серверах. Вот народ был бы в восторге. Я бы пошёл бы и предзаказ был бы. Я бы комплекс себе купил бы новую. Тут вот просто говорят, иди покупай себе новую видеокарту. Иди за ней. Вот ради такого можно обновить. Ты посмотри, это просто... Ну, к несчастью, мой пилот оказался паникером. В общем... Покинуть корабль, говорят. Вышло как-то не очень. Ну, это... Говорю, вот я вначале полетал на вертолёте чуть. Потом, ну, на самолёте я полетал. Побегал. Две секунды. И побегал. Ты знаешь... Ради этой карты я всё-таки готов купить игру. Но вот ради того, что есть на Xbox 360... Нет, спасибо. Xbox 360 версии я нет. Честно, я даже, наверное, лучше в Call of Duty поиграю, нежели в этом. Ну, а так мы... Мы продолжаем играть в Gears of War, в Порту... И в ПК беты. И в ПК беты. Да. В общем, я думаю, надо закругляться. Да. С вами были Гоша и Паша. Мы команда Google не атак. Да, приходите к нам. У нас сейчас есть бета-версия. Если вы нам не верите, вы можете в этом убедиться. Что игра просто. У нас на всех консолях есть Xbox 360 версия. Вы также можете попробовать создать свой сквад. На самом деле, в бете это не получается. Вы не можете зайти в 4 на 11 евро. Вот всегда раскидываю. Вот. Тимплей. Тимплей, да. В общем, до новых встреч. И, кстати, что мы сейчас готовим? Порзу 4 мы готовим. Против. Против Gran Turismo 5. Лесенки против лесенок. Какая лестница лучше? Злой анонс. Злой говно. До новых встреч.